Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной, а по заместительству уже и заключительной торговой сессии этой недели. Последний рывок у нас отторгуем сегодняшние макроэкономические данные и уйдем на заслуженные выходные. Забегая вперед, хочу сказать то, что на следующей неделе у нас будет ФРС, процентная ставка и возможные комментарии по изменению, опять же, монетарного курса, политики, а может быть даже и вот этого цикла, касающегося нормализации денежно-кредитной политики. ФРС для нас сейчас является не менее интересным регулятором, чем Европейский Центральный Банк, потому что тоже является, по сути, настоящей полноценной пороховой бочкой, бомбой, потому что знаем, что именно этот регулятор сейчас оказывает самое прямое влияние на американскую валюту, но от доллара уже пляшут наши многие инвестиционные идеи. Разумеется, на следующей неделе мы посвятим очень много внимания нашего времени тому, что сейчас наблюдается по доллару. Соответственно, посмотрим на перспективы политики ФРС, посмотрим на сохранность вот этого вектора, направленного на возможное четырехкратное повышение процентной ставки, стоит ли его по-прежнему придерживаться из-за последних показателей по инфляции. В общем, о всем этом поговорим конкретнее уже, может быть, даже в понедельник. Сегодня у нас хорошо есть о чем также подискутировать, потому что сегодня мы подводим итоги вчерашнего заседания Европейского Центрального Банка, которое оказалось очень хорошим для нас, для тех, кто делает ставку на ослабление европейского валютного актива. По сути, практически мы положили на лопатки евро. Немного не хватило, конечно же, силенок, чтобы создать серьезный такой импульс для ослабления, но я думаю, что посыл ясен, евро будет снижаться. Нам это, конечно же, и нужно, потому что мы с вами идем на очень такую вызывающую цель, которая сейчас находится в районе 1.05 и непременно туда доберемся. Обо всем все-таки давайте подробнее и, наверное, не будем нарушать наш привычный классический сценарий, когда мы открываем брифинг той ситуации, которая сейчас формируется и характерна для рынка энергоресурсов. Давайте посмотрим на бренд. Говоря про вчерашнюю торговую сессию, оказалось восстановительной для всего рынка энергоресурсов. В частности, даже откат нефти стал причиной, на мой взгляд, реального изменения рыночных настроений. Они улучшились, был охарактерен позитив и для фондовых индикаторов, а вследствие за фондовыми индексами тут же трейдеры сделали ставку на постепенный выход из традиционных защитных активов и стали с большим интересом поглядывать на рисковые инструменты, вследствие чего мы увидели рост австралийца, новозеландца, мы не увидели динамичного укрепления европейского валютного актива, которое обычно наблюдается по факту панических настроений. И мы увидели снова рост доллара, потому что иена в связи с оттоком капитала стала ослабеть. Бренд в рамках вчерашней торговой сессии. Если мы, опять же, проанализируем общий новостной фонд, то я хочу обозначить вам вчерашний призыв Венесуэлы в адрес, конечно же, ближневосточного картеля с просьбой немедленно провести внеочередное заседание. Цель – попытаться стабилизировать ситуацию на рынке энергоисусов, потому что Венесуэла от текущего положения дел страдает катастрофическим образом. Не думаю, что, конечно же, внеочередное заседание будет, потому что у Венесуэлы нет такой власти, чтобы через собственную позицию лоббировать идею, опять же, этого заседания ранее положенных сроков. Ну и плюс ко всему мы знаем то, что даже если это заседание будет, скорее всего, оно просто станет очередным кругом чаепития, когда стороны соберутся якобы с попыткой создать заинтересованность, показать всей общественности, прежде всего со стороны ближневосточного картеля, что опека старается влиять на ситуацию, действительно также испытывает больше трудностей из-за того, что рынок так серьезно просел. В декабре у них была возможность изменить то, что сейчас происходит. Как изменить? Снизить квоту. Полномочия были у всего ближневосточного картеля. Была возможность для солидарной позиции всех участников, чтобы совместными усилиями выработать какой-то дополнительный вектор, который в перспективе, может быть, с 2016 года должен был бы стать восстановительным для позиции бренда. Но солидарной позиции озвучено не было. ОПЕК еще раз сказал то, что не будет нести ответственность целиком, брать ее на себя. А значит, и квоты мы тоже, по сути, ее снижения не наблюдали. 30 миллионов баррелей в сутки, фактически объемы. Кстати, готовьтесь к цифре. 32 мы с вами констатировали в прошлом месяце. 32.20 сейчас производство растет. И это, между прочим, цифры еще без Ирана. А Иран у нас в ближайшем полугодии еще плюс 500 тысяч баррелей. Что касается, опять же... Так, одну секундочку. Возникли у нас некоторые проблемы с перископом. Еще один моментик. Так, ну, к сожалению, те, кто у нас сейчас был онлайн, наверное, если связь остановится в ближайшем времени, подключатся к нам. В общем, продолжаем тогда. Что касается нефти. Если у нас фактически объемы сейчас превышают уже 32 миллиона баррелей в сутки, мы знаем и умеем использовать эту статистику как еще одно подтверждение гиперизбыточного предложения, а значит, долгосрочно эти данные можно было использовать в качестве еще одного фактора серьезного пресса на позиции нефти. Еще один момент. Вчера вышли данные по запасам нефти США. Это уже статистика от Минэнерго США. И запасы снова выросли. Плюс 3,9 миллиона баррелей. Если говорить про оценку API, буквально днем ранее, также прирост, но более существенный, но в целом тренд ясен. Запасы растут, и наша ставка, которую мы, как долгосрочные трейдеры, делаем на рассинхронизацию расхождения спроса и предложения, она сохраняет свою актуальность. Потому что экономика по-прежнему дышит наладом, страдает, темпы экономического роста снижаются. Что касается производства, те цифры, которые я сейчас вам обозначил, это свидетельство того, что производство по-прежнему увеличивается. Но, тем не менее, даже несмотря на этот новостной фон, в рамках вчерашней торговой сессии мы не наблюдали коррекцию бренда. В частности, клоус даже 29,60. Актуальные котировки 29,56. То есть, вплотную бренду уже снова возвращается к сопротивлению в районе 30 долларов за баррель. И главным фактором, вследствие которого трейдеры высмотрели возможность для покупки этого инструмента, стали сообщения о том, что террористическая группировка исламского государства, по сути, блокировала работу некоторых важных нефтяных терминалов в Северной Ливии. Честно говоря, такой новостной фон, как эскалация напряженности, которая чревата возможным срывом поставок, мы давно не анализировали. Мы давно к нему не возвращались, хотя, если вспомните, 2014 год, практически каждый брифинг мы цеплялись за локальную поддержку для нефти и объясняли, чем может быть вызвана потенциальный интерес к этому активу. Осмотрели за, опять же, напряженностью, которая свойственна, обычно, даже классически для ближневосточного региона. И отталкивались от этого фона, анализируя, опять же, возможности для краткосрочных покупок активов энергоресурсов. Сейчас этот фонд снова напомнил о себе, но если это так, давайте от него не отказываться. Если трейдеры все-таки увидели в этом позитив и полагают, что текущая ситуация действительно может каким-то образом сказаться на острове поставок, тогда не будем идти против рынка. Если есть позитив, так давайте его отыгрывать. Но это для тех, кто пытается сейчас нащупать какое-то локальное дно для себя и использовать какие-то краткосрочные идеи для роста. Я все-таки сейчас не буду рекомендовать покупать этот актив. В лучшем случае, если вы не заняли короткую сделку, сейчас рассмотреть возможность, чтобы найти более подходящий уровень для продаж. Потому что рост этого актива, он сейчас очень ограничен. Даже если, опять же, сослаться на факт напряженности на Ближнем Востоке, этот новостной фон очень быстро проходит с рынка. И трейдеры, поедали его, возвращаются к старым идеям. А старые идеи у нас направлены на незамедлительное, еще более глубокое ослабление и Brent, и WTI. Поэтому, в целом, если резюмировать, исключительно медвежье настроение, настроение долгосрочного характера, я думаю, что, не отказываясь от нашего прежнего ценового ориентира, Brent реально может сходить в район 25 долларов за баррель. Что касается российской валюты. 82.13 сейчас котировки, локальный хайп был даже в районе 85. Рубль девальвируется по факту, опять же, наличия рисков, которые сейчас характерны для черного золота. И рубль будет находиться под давлением. Потому что сейчас, учитывая текущее состояние курса российской валюты, учитывая те панические настроения, которые присутствуют на российском рынке, совершенно ясно, что все готовятся к более глубокой рецессии, к более высоким показателям по индексу потребительских цен, и все готовятся к проблемам для российского региона, которые мы не наблюдали даже в рамках, вроде бы как, очень плохого, катастрофического для России 2015 года. Но судя по той картине, которая формируется с начала этого года, дальше будет только хуже. Поэтому наша ближайшая цель, которая ранее была обозначена в районе 85, учитывая то, что сейчас пошел откат, рубль укрепляется на фоне восстановления нефти, давайте тогда не будем замахиваться на более высокие значения, снова попытаемся добраться до 85. Интересный факт, что если мы сейчас перемножим, опять же, курсы российской валюты на актуальные котировки по нефти, получится рублевый эквивалент барреля энергоресурса 2427 рублей. И получается, что один баррель уже стоит нефти дешевле, чем баррель простой воды. К примеру, 16-литровая бутылка стоит около 350-400 рублей. В одном барреле около 150, ну может быть даже 160 литров. Получается, в одном барреле 10 этих бутылей с водой и стоимость барреля воды составляет около 4000 рублей. Что касается барреля нефти, 2427. Вот такие вот нынешние реалии. Что будет дальше, большой вопрос. Но все-таки я думаю, что, к сожалению, с большой долей вероятности можно говорить о том, что дальше будет хуже. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Здесь можно остановиться чуть подробнее, поговорить конкретнее, потому что европейский актив вчера был полноценным фундаментальным героем дня. Евро ориентировалось на долгожданное заседание ЕЦП и такое приправленное заседание, которое было еще сопровождено конференцией председателя Европейского центрального банка Марио Драги. Напомню то, что участники рынка сейчас следят за теми вызовами, с которыми приходится бороться экономике валютного блока по причине глобального экономического спада. А в связи с осознанием того, что это серьезные риски, очень многие делают ставку на то, что ЕЦБ обязан поддерживать экономику через дополнительные меры экономического стимулирования. И, честно говоря, такую поддержку более агрессивную через расширение программы количественного смещения трейдеры ждали еще в октябре прошлого года. Однако сроки постоянно переносились. И вот декабрьское заседание, которое оказалось очень интересным с точки зрения волатильности для главного валютного риска и для всех финансовых площадок. Драги в очередной раз отметил лишь готовность того, что ЕЦБ будет действовать в том случае, если индекс потребительских цен будет и дальше испытывать понижательное давление. Поэтому сейчас, если отталкиваться от слов Драги и констатировать текущую реальность, что мы наблюдаем на рынке негресурсов? Это катастрофическое снижение с начала этого года. Больше 30%. Значит, если руководствоваться классической логикой, это снижение, этот тренд непременно будет негативным образом сказываться на уровне инфляции. И действительно, я думаю, что в следующем месяце мы снова увидим месячные показатели в рамках еврозоны на отрицательной территории. Это как раз те самые риски, за которыми нам предложил следить Драги, за которые он вместе со своим монетарным кабинетом будет цепляться, изменяя и корректируя политику и текущий монетарный курс, характерный для валютного блока. Поэтому, если у нас эти риски есть, если у нас есть предположение того, что индекс потребительских цен может оказаться даже на отрицательной территории, значит, ИЦБ обязан быть более проактивным, обязан действовать. И, судя по вчерашним комментариям со стороны председателя, опять же, Европейского центрального банка Марио Драги, он с этой оценкой рисков и необходимой оценкой возможных действий согласен. Вчера зачем мы сидели? За ставкой, ставкой рефинансирования, ставкой по депозитам и программой количественного смысления. Ну, разумеется, все без изменений, потому что, если бы изменения были, европейская валюта лишилась бы куда больше тех десятков пунктов, которые она потеряла. Драги в свойственной ему консервативной манере все-таки дал почву для рассуждения финансовым площадкам, потому что он отметил, что ИЦБ держит руку на пульсе, обозначил ряд инструментов, которые имеются в арсенале в мандате Европейского центрального банка и, по сути, дал рынку вербальные интервенции касательно дальнейших действий, которые могут последовать, если ситуация не изменится. А если уж ухудшится, то наверняка. Драги может расширить программу количественного смысления в марте 2016 года, поэтому я сейчас предлагаю уже фокусироваться окончательно на этом осерьезном решении, которое может последовать впереди, ждать того, что ИЦБ не избежит столь серьезного изменения монетарной политики, но нам это как раз и нужно, потому что это то самое топливо, которое может стать причиной ослабления главного валютного риска. Нам, мы сейчас, собственно, на этот сценарий ориентируемся, потому что нам нужен 1,05, а далее пойдем в район паритета. Поэтому вчерашняя конференция интересная для нас, интересная, потому что услышали, ну, может быть, не все, что хотели, но все равно не обошлось без таких приятных, мягких комментариев, которые говорят нам о том, что наше предположение и наше рыночное позиционирование абсолютно верно и оправданно. Поэтому сохраняем прежний трейдинг, у нас уровень 1,05, стоп-лосс, не забывайте, в районе 1,10. Дальнейшие ориентиры и динамика европейской валюты будет зависеть еще от рыночного настроения, потому что сейчас мы видим, как оно может вторгаться, опять же, в эти инвестиционные идеи и ломать наши планы. Потому что в случае панических настроений, в случае снижения фондовых сессий, снова возникает интерес защитным активам, и европейская валюта от этого растет. Поэтому, если фондовые рынки, я очень надеюсь на то, что мы видели вчера, наблюдаем сегодня на азиатской торговой сессии стабилизацию национальных фондовых активов, я очень надеюсь, что эта позитивная тенденция будет подхвачена и на следующей неделе, и обойдется без паники. Значит, у нас будет возможность полномерно продавать главный валютный риск и не переживать за то, что в случае какого-то форс-мажора евро снова предпримет попытку на то, чтобы забраться выше 1,10. Далее идем. Фунт против доллара. Практически всю торговую сессию вчера мы увидели, как британец снижался, достиг нового локального минимума 1,40,77. Напомню, что у нас была инвестиционная идея селстопа с уровня 1,4230 и профи 1,41. Хочу вас поздравить, мы снова использовали хорошую возможность по британцу и достигли, зафиксировали очередной профит. Почему фунт пребывал под давлением сначала? Большую часть сессии. Я думаю, что это опять же резонанс от последних комментариев Карни, председателя Банка Англии. Мы правильно предположили, что на том позитиве, который трейдеры высмотрели, по факту снижения уровня безработицы далеко не уедешь, потому что более системным отчетом является снижение заработных плат и дополнительное осмысление того, что заработные платы просели, заставило трейдеров пересмотреть собственное представление о возможных сроках повышения ставки. И всем мы пришли к выводу о том, что до 2017 года этого не произойдет. И Карни, в принципе, между строк, если читать, действительно об этом намекнула. Значит, фунт не имеет никакой поддержки. Долгосрочный, конечно же, даже среднесрочный для себя. И поэтому ближайшей целью может оказаться значение 1,40. Также против британца сейчас может выступать, опять же, готовность европейского вольта сходить еще ниже. И здесь нужно уже цепляться за такую взаимосвязь, как торговое партнерство Англии и Европейского Союза. Если национальная валюта зоны евро снижается, значит, нужно, чтобы валюта Англии слабела, ну, по крайней мере, не менее быстрыми темпами. Потому что в противном случае, в случае опережающего ослабления главного валютного риска, британский бизнес будет серьезно страдать из-за снижения конкурентоспособности национальных производителей. И это является следствием того, что еврозона является главным рынком сбыта для британских промышленников. То есть, здесь тоже, вроде бы как, с точки зрения логики, все понятно. Я хочу, чтобы вы не забывали об этом. Потому что, на мой взгляд, подобный аргумент может быть, наверное, определяющим для дальнейшего поведения фунта. Особенно, если евро пойдет к тому самому заветному рубежу, который мы поставили на уровне 1,05. Я считаю то, что фунт доберется до уровня 1,40. Но поскольку вчера у нас рынок подарил нам возможность запить еще один профитный ордер, давайте пока возьмем легкую паузу. Подождем до следующей недели. Если будут возможности, я о них вам обязательно расскажу. Доллар японская иена. Актуальные котировки сейчас 118.06. Американец растет. И этот рост наблюдается со вчерашней торговой сессии. Причина улучшения рыночных настроений. В частности, если отмотать чуть назад, забыл сказать про фунт, то, что почему британская аудитория все-таки закрыла день с повышением. Это как раз связано с тем, что американский фондовый рынок неплохо открыл день и закрыл сессию ростом, которого мы не видели уже много сессий подряд. И это восстановление улучшило настроение, а значит спровоцировало, опять же, оттока капиталов из защитных инструментов, поддержало позиции рисковых активов. Поэтому рост мы наблюдали и по фунту, и по австралийцу, и по новозеландцу. И, в принципе, это продолжается и сейчас. Что касается доллара японской иены. Здесь у нас все без изменений. Ждем и верим в рост американца. На следующей неделе у нас в ФРС ставка комментарий о дальнейшей монетарной политике. Будем внимательно следить за этим новостным фоном. И я считаю то, что он действительно может оказаться категоризирующим для американца. И если сейчас пара уже находится в районе 118.06, будем надеяться, что закроется сегодня день повыше. Там до уровня 120 останется недалеко, потому что так показывают, опять же, те тенденции, указывают на это те тенденции, которые мы наблюдаем. Но и нам хочется, конечно же, все-таки уже быть в рынке, потому что за 120 последует наш профитный ориентир. Я закладываю, прямо дисконтирую, собственно, оптимистичные ожидания. 125. Очень хочется получить профит и в рамках этого дуэта валютных активов. Еще хотел пару слов сказать про USDCAD. Мы видим то, что сейчас идет довольно-таки неплохая коррекция. Хорошо, что мы вне игры. Вчера мы поставили байстопа на довольно-таки высоком уровне. Сейчас, учитывая серьезную просадку американца против канадца, я предлагаю чуть-чуть скорректировать отложенный ордер, все равно это байстоп, только уже с рубежа 1.43, ты профит 1.44.50, стопос 1.42.50. Как косрочная идея, направленная на возможность ослабления канадца. И я считаю то, что если сегодня у нас по факту выхода данных по инфляции в рамках Канады снова будет сигнал того, что инфляция снижается, значит, она подтолкнет и усилить спекуляции на тему того, что Банк Канады все-таки пойдет на снижение процентной ставки. Локально это может быть отыграно через серьезное ослабление национальной валюты. И тем более, если нефть сейчас отступится и снова двинет вниз, что окажет дополнительное давление на канадскую валюту. И это ослабление нужно будет ловить, и как раз наш ордер, отложенный байстоп, нам в этом должен помочь. Еще из важных событий сегодняшнего дня. В 10.45 конференция Драги, но, наверное, еще раз коснемся монетарной политики, особенно какого-то резонанса для евро я сейчас не жду, потому что все он вчера уже сказал, но сюрпризы могут последовать. Самое главное – мягкие комментарии. Мы уже держим, опять же, в основе наших инвестиционных идей, и эти комментарии будут создавать дальнейшие возможности для ослабления евро. Из других отчетов. Сегодня в 12.30 роничные продажи по Англии. Поскольку мы уже констатировали низкие показатели потребительской активности, я думаю, что ироничные продажи также будут с большей вероятностью, еще раз повторюсь, на, наверное, худших отметках, чем прогнозируют сейчас эксперты. Поэтому сегодняшний отчет по этому индикатору потребительской активности я буду стараться использовать как еще одну возможность увидеть более низкие уровни по пункту, но торговать пока британцам не торопимся. И еще в 16.30, помимо того, что выйдут данные по инфляции в Канаде, будет еще ироничные продажи. Здесь я также жду слабый отчет, что может оказать еще дополнительное давление на пару USD-карт. Соответственно, на этом все. Точнее, стать фактором поддержки для пары USD-карт. На этом все. Большое спасибо за внимание. Вы знаете, что если есть вопросы, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать форум «Аммаркетс». Ну, удачной вам, конечно же, торговой сессии. И еще раз хочу поздравить вас с очередным профитом по фунту, с тем, что мы получили неплохой импульс для ослабления европейского валютного актива, ну и с тем, конечно же, что впереди выходные. Увидимся в следующий понедельник. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok